В ДК «Пролетарка» состоялась торжественная церемония награждения победителя конкурса «Мой дедушка-герой». Более 40 участников из разных районов Тверской области рассказали в минутном ролике о подвигах своих близких в годы Великой Отечественной войны. Далее продолжит тему наш корреспондент. Для создания своего небольшого фильма ребята искали исторические факты в военной биографии родственников и творчески воспроизводили эти истории. Кто-то читал строчки фронтовых писем, другие рассказывали о прадедушках, листая семейный альбом с фотографиями. Я представлял работу про моего прадедушку Козлова Александра Исаевича. Я делал про него фильм про его жизнь, то есть краткая биография. Работа понравилась, вот сам именно процесс создания прям погрузился в это полностью с головой. Каждый участник конкурса черпал вдохновение из разных источников. Одни отправлялись в школьный музей или библиотеку. У некоторых поводом для видеопроекта стали архивные материалы, военная кинохроника или встреча с ветераном Великой Отечественной войны. Делал фильм про дедушку, который пришел в школу и рассказывал детям о Великой Отечественной войне. Мы делали это телестудией и с моим классом. Все работы, представленные на конкурс, были пронизаны гордостью со своих предков, рассказывали истории подвигов и спасений. В своем приветственном слове организаторы конкурса подчеркнули, что память об участниках Великой Отечественной войны должна передаваться из поколения в поколение. Дорогие друзья, мы приветствуем вас и рады, что именно сегодня рядом с нами вы разделите участь победы и понимание важности происходящего вместе с теми, кто был непосредственным участником областного детско-юношеского конкурса видеопроектов «Мой дедушка-герой», посвященного 75-летию Великой Победы. По итогам конкурса оргкомитет фестиваля принял единогласное решение о присвоении всем 42 участников областного детского-юношеского конкурса видеопроектов «Мой дедушка-герой» звания победителя. «Мой дедушка-герой» «Мой дедушка-герой» «Мой дедушка-герой» «Мой дедушка-герой»